Здорово, Звукануты! Я... Где я? Реактор радио. Я на Реактор радио. Вот через несколько минут я здесь буду играть свой сет, и это будет бродкаст на вашем ВК, да? Да, да, ВКонтакте. А сейчас я хочу, чтобы Илья просто рассказал, что такое Реактор радио, для чего вообще он создан, что здесь происходит, и зачем это вам нужно. Всем привет! Меня зовут Илья, также под ником PlastiX. Один из создателей этого замечательного радио. У нас как бы играют так новички, как и старенькие диджеи все. В основном площадка для диджеев, которые могут показать свои крутые навыки, то, что они имеют. И как бы разнообразный стиль музыки, который давно уже ушел в андеграунд, хотелось бы показать его людям. В принципе, этим и занимаемся. А вот если, например, кто-то молодой хочет... Вот чувак вдруг решил, вот я хочу попробовать там поиграть, там как-то выступить. У него есть возможность себя как-то показать, или это все-таки какой-то отбор пройти? Ну, какой-то отбор у нас есть, потому что у нас есть записи в группе. Также, типа, выставляешь заявку, когда у нас поиграть, ну и мы уже рассматриваем. Если, короче, человек вообще как бы не подходит, там и стиль музыки не подходит. То есть он или сводит как бы плохо еще, так как у вас эфир, да, вам нужно, чтобы это было контент. Потому что мы им при народном тоже отвечаем. Контента пригодна должно быть, ясно. Ну, это же честно. Прежде чем записать, вы должны были уверены, что вы прям играете вообще очень как бы достойно играете, а не без коней, ничего, что вы должны уверенно прийти сыграть. Круто. А так ограничений нету. А расскажи, что, вот я вот, я первый, у меня подписчики, это музыканты и любители музыки. Что это за колонки? Расскажи мне про них лучше. Колонки наших спонсоров, называются они Deluxe Acoustics. Питерские местные чуваки полностью. Ручная работа. Чуваков уже, не знаю, с 94-го года они это все делают. Корпус запатентован. Все это в сталь стоит. Здесь, короче, все изолито свинцом. Его как бы даже поднять, и, блин, тяжело будет. Преём класса. Ну, ведь с утра бы не поел бы, не поднял бы, наверное, сейчас. Вот. Да, мне очень понравились эти мониторы. Это колонки же, да, больше? Да, да, это колонки. Это больше, наверное, хаент колонки, да. Просто камеры стоят. А это, короче, это колонки нормальный звук. Да, это инопланетные технологии, в общем, ребята. Инопланетные технологии, сделанные в Питере. Да, да, да. Вот, расскажи про остальной сетап вообще. Что тут у вас? Самый оптимальный вариант, мне кажется, это 900-ый. Самый любимый. Они просто и цена, и качество. Блин, я вообще всем советую. Не берите там 2000-ый, какие-нибудь там 350-850-ый. Слишком много красок на экране. Отвлекает от работы. И в эти. Видеорчики Technics МК2. Конечно же, заснял наши спонсоры, Фёдор Петрович. Самое дешёвое оборудование в Питере вообще, в УЦНГ. Дальше у нас микшер 700-ый. Мне кажется, он как для начинающих, так и для прожжённых диджеев. Мне кажется, это микшер, который нужен всем. Вот дом, дом он это такой, обязательно. Да, да. Чтобы был. Даже если он будет пыриться, ты знаешь, что он у тебя есть. Тебе хорошо от этой мысли. Ну, цена и качество тоже, как бы. У меня уже год, и я вообще не жалуюсь. Бывали, правда, моменты, что наушники там некоторые. Я сам ходил наушниках, но его дергивал. Я вот, ну, паяли. А так, как бы, ну, всё чётко работает. Ну, всё, и колоночки обычные. МАуди 5-ые. Ничего такого у них. Это нам тоже друг подогнал. Усилитель дедовский старый. И микшер тоже старый. И звуковая карта. Трактор 10-ый. Тоже Хэдор Петрович нам подогнал. А вот так вот выглядят эфиры. Да. Вот. На телеках можно размещать свою рекламу, либо какие-то ролики. Обычно пацаны делают, когда туса у кого-то происходит. Они делают свой ролик, промо-ролик для туса. Типа, припати сначала на радио, а потом уже идёт как бы туса, и они там своё вставляют. Круто. Это же очень удобно, на самом деле. Давно вы существуете? Нам уже год. У нас 4-ая январа будет год. Кстати, спойлер небольшой, будет очень-очень крутой розыгрыш. Так что заходите к нам в группу. Ссылочки на группу будут в описании под видео. Под моим. Вот. Обязательно, да, обязательно заходите, посмотрите, поучаствуйте в розыгрыше. Как вы это всё снимаете? Как вообще выглядит трансляция? Трансляция выглядит с помощью двух камер. Это центральная камера, боковая камера. Камеры самые простые. Logitech S900 вроде бы они называются. Но над ними самое главное след должен быть. Но у нас будет ещё в дополнение 3 камеры, чтобы они полностью всё обхватывали. Одна камера будет показывать зал, что какая-то движуха будет идти. Эта не автоматически переключается, а эта будет ручная, чтобы там все помахали, или там тусняга какая-нибудь будет. Чтобы, короче, наводить шороху больше. Да, да, да. Потому что всем интересно то, что из-за кадра происходит. Конечно. А иногда какие-нибудь, если при ВПМ приедут, здесь вообще, блин, вообще жесть такая творится. Ну, камеру... Надо будет камеру даже эти самые... На вешалку вешать, потому что даже там что-нибудь будет происходить. Да, да, да. Вот, ясно. Слушайте, ну, вот мы сейчас, короче, видос этот должны прервать, потому что про Реактор Радио мы вам, в принципе, сказали то, что хотели. И нам пора начинать стрим. Стрим также будет на моем канале. Мне разрешили потом выставить... Не стрим, а видео. Мне разрешили выставить на мой канал. Так что то, что происходило здесь сейчас, точнее будет происходить здесь сейчас, также будет на канале. Подписывайтесь на Реактор Радио, шлите свои миксы, демо, и, может быть, вы здесь поиграете. Это точно. Всем пись, респект. Покеда.